Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, с вами Вячеслав Котляров, 15 часов 48 минут в Харькове, 29.04.2016 года. Данный ролик, он будет иного формата. Дело в том, что я по ряду причин не могу самостоятельно записывать ролики на определенную тему. Дело в том, что людям в крайней степени сложно воспринимать информацию, ту, которую я излагаю, без визуального подтверждения. Так как пласт информации, которую по ряду причин довелось получить, озвучить его самостоятельно у меня пока, к сожалению, не выходит. Я понял, что нужен специалист серьезного уровня, который умеет отлично заниматься и работать с видео, с видеомонтажом. Так как я человек, который иногда может заглядывать в будущее, на бескрайних просторах интернета, из многочисленных блогеров и летсплейщиков, обратил внимание на одного человека, которого зовут Сергей Тарасов. Парень очень положительный, и поэтому я решил написать ему письмо тем, чтобы предложить возможность совместными усилиями доносить те знания, которые я имею просто в грандиозном количестве, и которые, как известно, крайне сложно найти, потому что многие библиотеки были сожжены, и те знания, которые я вам озвучиваю, можно найти только в Ватикане. Поэтому те, кто говорят, что это теория, пожалуйста. Ватикан, это там все мировые залежи, принадлежащие всем странам мира. Те, кто говорят, что то, что я сообщаю, не может быть, поедьте в Ватикан, пойдите в библиотеки, почитайте. Там это все было давно известно и остается известным. Вот. Ну, по поводу Сергея Тарасова. Дело в том, что когда я написал Сереже письмо и планировал его отправить, случилось следующее. Я выложил свой ролик, связанный с Луной, и когда зашел в ВКонтакт, то мне в ПМ было написано сообщение. Писал мне Сергей Тарасов, который обратил внимание на мой ролик, предложил совместными усилиями доводить уникальные знания. То, что я озвучил, как видите, все, как говорится, сходится воедино. Дело в том, что тот материал, который я сейчас выкладываю, это для определенного круга людей, так как это рабочий материал, как говорится, хорошую картинку Сергей уже создает, сейчас пишется совместными усилиями сценарий для его нового видеоролика. Когда этот видеоролик появится, и когда вообще видеоролики будут появляться на данную тематику на его канале, я точно не знаю, но приблизительно это 2-3 дня, ссылку я оставлю в описании. Первый вопрос, который задал Сергей для своего канала, он был связан, каким образом, откуда появились материки. Запись очень некачественна, поэтому там, где я говорю, будет очень громко. Там, где Сережа задает вопросы, будет очень тихо. Поэтому, кто хочет дождаться более качественной информации, как говорит Сережа, в удобоваримой форме, подождите на его канале в течение 2-3 дней, появится в отличном качестве то, что мы создаем совместными с ним усилиями. Поэтому, тем, кому интересно, пожалуйста, послушайте наш рабочий материал. Если будет возможность, если Сережа будет не против, я и в будущем буду выкладывать рабочие материалы, потому что, мы как знаем, когда снимается любой фильм, идет очень большой монтаж. Ряд кадров просто может не войти в картину. Поэтому, я предположил, что небольшому кругу людей будет интересно, что и как происходит за кулисами, как создается видеоряд по тем знаниям, которые мне по счастливой случайности удалось получать приблизительно с 95-го года. И вопрос, я повторю, который Сережа задает, каким образом в нашей ячейке, где мы проживаем, появились материки, континенты, океаны и так далее. Значит, невозможно сказать, что вот эта переработка почвы, это искусственный ландшафт, была под воздействием только одного вида. Значит, первый, самый основной, изначальный, когда еще это все было девственно, это, скажем так, заботливые прилетели с другой ячейки, когда надыбали эту землю, они начали ее благораживать. Вот, то есть они как бы это, заботливо создавали водоемы, акведуки, реки, короче, это, вот. Вторые, более площади, площади, это, ну, на нашей планете, да, пускай будет земля, земли, это появлялись в результате именно захватчиков. То есть, вот они-то как раз для своих ячеек, где они там у себя все закакали и нерационально вели свою деятельность, и у них все закончилось, они к этому привыкли, да. Они все там у себя съели, грубо говоря, все яблоки, и полетели в соседний огород воровать яблоки. Так вот, вот это, это второй способ, это добычи, изменения. И третий способ, это, естественно, когда на нашем пятачке происходило колоссальное количество всевозможных бомбардировок, ну, назовем их ядерных, хотя там другое совсем оружие использовалось, я не знаю его значения. Вот, то есть, они иногда, как говорится, острова могли это, грубо говоря, под воду уходить. Вот, потому что некоторые острова, сложность-то заключается в том, что, взять, к примеру, Америки, и что она вот на таком узком перешейке стоит, если хорошо оружием долбануть, то этот материк пойдет на дно. Появился он в результате, естественно, не разлома коры, а в результате то, что эти короеды просто подточили это все. То есть, сама Америка, она, допустим, на какой-то промежуток времени, вся полностью находилась, ну, знаешь, как говорится, какая площадь вверху, точно такая же площадь уходила и до самого низа. А потом ее просто снизу подъели, что она теперь, получается, Америка, как перемернутая пирамида. Вниз ногами, короче, это стоит. Вот, это третий. Ну, там уже можно, как говорится, еще поковыряться, потому что я же говорю, что... Меня еще бывает экранируют, вот, вот важный момент, меня же бывает экранируют, и я не знаю, кто и зачем, могу только догадываться. Потому что, ну, как ты прекрасно знаешь, наш мир это всего лишь картинка, которую наши глаза воспринимают. А на самом деле он испещрен колоссальным количеством всевозможных сущностей, там, разного характера, начиная от светлых, заканчивая темными. То есть, и они постоянно присутствуют, то есть, это... А мы настолько толстокожи, вот наши предки, допустим, они делали вот эти шабереги не для красоты, а чтобы как раз подселенцы не заходили. Потому что люди, когда бывают себя неадекватно ведут, просто вот эти сильные сущности, они просто подселяются в тело, вот, и начинают человеком, как говорится, управлять. То есть, человек себя ведет неадекватно. Поэтому, как говорят, иногда экранируют. Ну, после того, как я себе сделал серебряную звезду сварага и повесил на шею, это где-то сколько, несколько месяцев назад. Вот впервые, никогда не носил никаких украшений, ни на руках, ни на шее, никогда в жизни, никаких наколок, а вот впервые. И, как бы, после того, как я звезду сварага это повесил, мне появилась возможность вот этот ролик записать. Потому что раньше мне его просто грубо не давали. То есть, я этой информацией владел, сил его записать. То есть, мог сразу сахар резко подняться. И еще добавить по земле что-то или это, или к другому вопросу. Так, я сейчас обобщу, что ты сказал. Смотри, значит, что получается. Значит, в какой-то момент времени, какое-то количество лет назад, условно много, наша земля была здесь. То есть, она была, грубо говоря, ровная, там травка, деревья, все хорошо. В мир прилетели некие боги, назовем их сварок или сёк, некие боги. Или не боги, а, скажем так, это просто гораздо более ровная цивилизация из других планет. Или с нашей земли, но с других ячеек. Я распространяю, что точно от этого мы не знаем, правильно? В процентном соотношении с ячеек. То есть, да, 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 ну это вообще 98-99 процентов. Хорошо. Значит, тогда из других ячеек сюда прилетели нормальные люди, наши предки. То есть люди в нашем понимании, да? То есть, две ноги, две руки, пять пальцев. Да. Более здоровее физически, внешне, морально. Я понял. Ну, это... Если бы увидел бы, он бы сказал бы, божественная красота бы. Да, понятно, что, да, я как бы, об этом мы еще будем говорить, я просто говорю, что это в нашем понимании это люди. Они, значит, сюда прилетели, после этого они, скажем так, колонизировали эту ячейку, потому что это, по сути, так и называется, и начали определенным способом терроформирования, изменять ландшафт под себя, но делать это адекватно, аккуратно, создаванием определенных там ручейков, каких-то определенных монетов. Вот, это будет, я, кстати, записываю себе в блокнотик, я отметил, думаю, пока я шел по дороге, думаю, надо Сереже сказать про этот блок, чтобы обязательно отметить. Он сейчас, этот блок погибает, он лежит в загашнике, раскололи его на две части, это самая настоящая карта, естественно, и таки. Вот, фамилию знаешь, кто его нашел, и как он называется? Каменная карта земли. Так, ладно, давай прямо сейчас скажем. Я, кстати, говоря, Google не пользуетесь, в принципе. Я, кстати, пока не забыл, хочу озвучить, почему они сюда прилетели, это тоже немаловажно, потому что люди будут задавать вопросы. Да, 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 говори, говори. Так, а как называется эта карта? Ну, а здесь, естественно, карта создателя, ну, я не знаю, она вряд ли, она так называется. Ну, это люди так ее дали, такое название. Это равносильно каменный, какой-нибудь сейчас людям каменного века, принеси компьютер, они тоже скажут, это машина создатель. Это знаешь, как называется? У этого есть название, точнее, у этого... Ну, когда самолетом молятся, ты имеешь в виду, да? Каргокульт, каргокульт. Да, да, да. Так, ладно, ты закончил на том, что зачем прилетели? Зачем? Очень важный момент, в принципе, наверное, один из самых важных. Дело в том, что в других ячейках наши, скажем так, предки умудрялись настолько мирно жить, ну, во-первых, между собой они никогда не воевали и всегда отражали это, внешнее вторжение в ячейку, ну, соседних ячеек. За ячейки, кстати, тоже это отдельный разговор, это я... Наши предки всегда, даже в этой ячейке, жили таким образом. Территория должна была не превышать 10 тысяч человек. Называлась тьма народа. Если, ну, 10 тысяч, это на нашем древнем языке тьма была. А отсюда и темник. Темник, это по-современному генерал. Темник. Если на пятачке начинало количество людей превышать больше 10 тысяч, они отходили там, ну, на расстоянии, там, допустим, к примеру, 50 километров, там, 100 километров и обустроивали новый город. И в том городе, опять же, начинали плодиться и размножаться. Как нам известно, наши предки жили кругами и дети, и детей не менее 16, поэтому прогрессия была очень безумная, очень безумная. И через какой-то промежуток времени в ячейке просто уже не было места для городов. Вот тут важный момент. И поэтому собирали экспедиции, вот этих, назовем их условно по нашим земным меркам, космических кораблей, которые просто летели над этими ячейками и искали себе это, новое место для обоснования колоний. Потому что если в городе, как у нас в современном, более там миллиона человек, люди начинают сходить с ума. Это, грубо говоря, что в одну комнату, как в душегуб пихать, там, тысячу человек, и они будут стоять, потому что даже сесть не могут. То же самое и с нами, с людьми происходит сейчас, мы просто... У нас же дело в том, что несколько тел, и вот тело, я забыл, как по-научному называется, по-нашему древнему славянскому, оно достигает в радиусе, допустим, от 5 метров, иногда до километров, ну, в зависимости от человека. Так вот, если человек не прикасается к друг другу телами, это не значит, что тела не... То есть мы вот сидим в квартирах, но мы все равно с соседями другими телами сталкиваемся, и нам душно. И там еще ряд других тел, короче, в тесноте и в обиде, на самом деле, получается. Я понял. Это эфирное тело, а астральное тело? Ну, это их там вообще, их там, жавья, нябья. То-то, кстати, если ты эту тему не затрагивал, дело в том, что у нас у славянских, так сказать, знаниях есть свои названия. Жавья, клобья, колобья, дивья тело. А есть точно такие же названия, есть названия научные этих же самых тел. То есть даже современная наука им дала ментальная там, астральная там, ну, я сейчас не буду вспоминать, скорее всего ты это слышал. Да, я понял, конечно, конечно. Я понял. То есть они клонизировали ефирки, потому что просто не хватало места, и они строили там новые города. Ну, это понятно, это понятно. Значит, они занимались терроформированием ровно на сутки, чтобы построить адекватный город, и, ну, нормальная там, чтобы вода была, красиво было, то есть, ну, по мере необходимости, но без ныкости, да, какой же. То есть никаких выработок, если дерево срубовали, то где-то 10 садили. Если там что-то, там, как говорится, уничтожали, то тут же старались возродить. Если так, значит, значит, получается, что все, что мы сейчас видим конкретно на нашей земле, имеете в виду вот эти горы, то есть, как бы, селиконы, отвалы, они же вулканы, да, и прочие моменты, это все уже делали не наши предки прямые, а те, кто сюда вторглись. Я, да, я бы сказал бы так, если нас рассматривать со стороны животного мира, мы люди-пчелы, а вторглись нам сюда шершни. Ага, ну, то есть, да, ну, понятно, шершни, понятно. Так, и вот это же, в этом же вопросе, под вопрос по поводу воды. Ты сказал, что изначально здесь была не только земля, одна большая земля, а теперь у нас, получается, процентов 70 или 80, это водра. Откуда она в таком количестве взялась? Хорошо. Кстати, между прочим, тут важный момент. Та гигантская планета настолько долго существует, что ячейка, вот, допустим, в этой, которой мы находимся, если она будет заброшена, то, допустим, через тысячи лет она опять станет девственной. То есть она... Да, поскольку планета живая, она как организм все ревенерирует, поэтому не может закончиться никогда нет, не может закончиться газ, потому что это кровь Земли. Совершенно верно, совершенно. Отсюда идет месторождение, то есть рождение постоянно, и появляются малахиты там и так далее. Я знаю, конечно, откуда берется океан, откуда берется вода, но мы тут, кстати, вот теперь мы... Это надо рисовать, мы теперь подходим... Рисовать можно, либо смотреть можно... Ты и демонстрацию экранов. Да, да, да. Сижу, да, будет. Так, начать. Плоскость наша ячейка. Так, еще ячейка, еще ячейка. Ну, тут мы, кстати, вот на этот вопрос мне придется, чтобы ответить, я очень придется мне далеко забежать. Слишком. Я набегаю, настолько далеко, настолько надо, вообще не парься, я буду слушать, сколько надо. Вот, значит, тут мы, земля, тут это соседние ячейки. Понял, я в разрезе смотрю. Я планету разрезал ножом поперек. Под каждой ячейки находится, назовем его, условно, океан. Ну, это под каждой ячейки. Все, смотри, вот идет, я нарисовал, то есть, смысл какой, он идет это, по кругу полностью. Ну, то есть, под всеми ячейками есть. Да, ну, это как бутерброд, вот ниже этого океана идут уже другие ячейки. То есть, наш мир не только на поверхности заселенен ячейками, но еще и под самим океаном идет следующий пласт. Опять, опять же ячейки, только с другими мирами. И у них там тоже свое есть солнце, свои луны, свои это, и так далее. То есть, опять идет под этой ячейкой опять океан, опять под этим океаном еще ячейки. Итак, секунду, сразу же проживаю. А где вероятность или где гарантия того, что мы находимся на самом верху, а не то, что, может, мы где-нибудь посередине находимся? Не с абсолютной достоверностью, а благодаря полученных определенных знаний. То есть, четкой гарантии нету, потому что вот эти ячейки, которые имеют, для них создают голограмму неба, чтобы они, грубо говоря, с ума не сошли. Пока, к сожалению, не знаю, на каком мы этапе находимся, но из тех знаний, которые я знаю, мы находимся на поверхности. Как бы люди, а там получается, чем ниже, 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 демоническое, 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 короче, до самого низа. Ну да, да, то есть, как бы, то есть мы на, как бы, в принципе, в процентном соотношении, как бы, самое, мы все-таки на поверхности, почему? Потому что вся поверхность, все ячейки, вообще, изначально были, если бы существовала какая-то ячейка, то там обязательно человекоподобные жили. Это на поверхности. А вот эти всякие, там, муравьиноподобные, паукоподобные, там, они уже пробивались через этот океан, вылезали, как говорится, глисты на поверхность и уже начинали... Огромен, просто? Да, 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 да. И они, кстати, ну, это настолько давно произошло, что мир настолько огромен, что в этих ячейках уже давно в соседних живут, это себе там спокойно жируют, пока все, ну, как саранча, пока они выжрут, они уже в соседнюю летят. Я могу, кстати, пока в теме с китами объяснить, это же тоже, кстати, каска насчет китов и черепахи. Я, кстати, в своем ролике пытался объяснить, смотри, вот в этом океане, он тоже, это не просто жидкость, тут тоже живут живые существа, и как вот я вот пытался в своем ролике объяснить, но я вот так не дописал, и ячейки, значит, на нашей планете существуют муравьи, а и существуют киты, то есть муравей по отношению к киту, конечно, микроскопически. Так вот в этом океане, который прослойка, там живет, ну, просто неимоверных размеров, ну, то есть, грубо говоря, есть животное, которое, если оно подплывет под нашу эту ячейку, это будет ее спина, вот тут подплывает черепаха, вот, да, ну, она это как бы, ну, она на черепаху, конечно, не похожа, но пускай будет черепаха, ну, живое существо подплывает под эту ячейку, для какой цели? Тут, кстати, вот это уже божий промысел, и там, ну, где-то пока давай с землей нашей разберемся, потому что если я буду в космос, уходить это будет далеко, давай пока с землей, да, смысл того скажу, что это уже более божий промысел, которые уже следят, скажем так, чтобы эти ячейки, это, не погибали, то есть есть еще более высшее, ну, это уже уровень богов, которые, грубо говоря, этот бог, у него эта ячейка на ладони поместится, ну, это, грубо говоря, ну, чтобы легче было мозгам воспринимать, так вот, по умолчанию кора земли, она, грубо говоря, минусовая температура, и если не будет существовать специального обогрева, как в некоторых ячейках, есть просто замороженные ячейки, что боги вот эти, которые еще выше и могут ячейку в руках делать, они подгоняют, там, три, назовем их ребешки, пускай будут три кита, они огромные, они полностью находятся под этой ячейкой, теплом своего тела они растапливают эту ячейку, и в этой ячейке начинает это зарождаться, как говорится, флора, фауна и так далее, то есть пока эти киты, это, находятся теплом своих тел, держат, эта ячейка процветает, чтобы киты никуда не расплывались по вот этим ячейкам, ну, вообще не убегали, черепаха служит в какой-то мере затычкой, это существо настолько большое, что оно может миллионами лет спать, его даже не надо вводить, то есть ее просто пришвартовали, оно там, как говорится, себе живет, питается телом, телом вдыхает это, это тоже могу рассказать, откуда это все, там, тела берутся, за счет чего оно питается, вот, и она делает, как затычку, чтобы вот эти киты никуда не выплывали, пока эти киты есть, планета живет, и вот это же сказание, черепаха, три кита планета стоит, это не вымысел, это реально, это можно, это даже, грубо говоря, можно было бы даже пощупать, это не эфемерно, это полностью материальный мир. Так, подожди, ну так мы, это я понял, значит, а вода взялась у нас потому, что товарищи голубые скважины, и она прососит. Да, наверное, вот как подводный, мы сейчас, в принципе, тем же самым занимаемся, когда колодцы роем. Вот это тоже прикол, это что же, я не знаю, как его сказать, ну это не мировой, наверное, океан, а все термин. Мировой, да. Значит, что у нас получается, значит, если мы говорим о том, что у нас изначально была только земля, то вода была у нас как, вода поступала сюда только, грубо говоря, вот они вырвали там, грубо говоря, колодец, речку, канал, чтобы для того, чтобы было красиво, пить, воду там, ну, без каких-то таких нужд. А нужды в таком гигантском океане не было. Пока не забыл, не то, чтобы ненужды не было, это вред. Почему? Потому что наши предки никогда не уничтожали землю, чтобы была возможность как можно больше расселиться. Это преднамеренное уничтожение суши в огромных масштабах, чтобы нам негде было расселиться. То есть вообще земля по возможности, это оставалось всегда полностью в земле, да. И, грубо говоря, создавать большие, огромные пространства воды элементарно невыгодно, ненужно и антиконтропродуктивно. Да, да, из-за этого, кстати, у нас и климат поменялся, из-за того, что выработали вот это все. Ага, значит, а наши враги, они начали это делать намеренно? Конечно, они это постоянно делают, в каждой ячейке. Смотри, я просто сам это вижу, то, что огромное количество суши сейчас просто не то, что выработано, а его выработали и изъяли из нашей ячейки. Просто увезли отсюда, потому что его нет. Возьмем камьоны, посмотрим те же американские. То есть огромный... Замечательный пример, Сереж, отличнейший пример. Я бы сказал, да, так и есть. Они просто забирают это и увозят сюда-то себе. Там, что-то делать, использовать так, что вы поете эти эксперименты, правильно? Да. И они когда долбили на нашу землю, они, значит, просто-напросто долбили на эту землю, что вода оттуда хлынула наверх и затопила огромное количество пространства. Да, и получилось, что просто получилось. Вода, как это взять? Она наполнялась по мере выработки почвы, то есть. По мере выработки почвы. Почвы. Да, сразу следующий вопрос, значит, когда это произошло? Само-то делается, зачем ты мне сейчас отвечать, я тебе скажу то, что знаю я. На основании тех работ, которые я изучил, это, ну, многие, я могу много перечитать, это значение не имеет. Значит, по всем источникам, более или менее, которым можно доверять, и элементарной логике, и вещам, которые можно увидеть, потрогать, пощупать, физическим, да, доказательством. Так или иначе, большинство исследователей склоняются к тому, что то, что произошло, произошло примерно 200-250 лет назад. Нет, это каждый удар, самый первый удар, самый первый по этой ячейке, то есть они, они волнами шли. Вот самый первый удар был нанесен 40 тысяч лет назад, это самый первый. Почему? А почему они на 40 тысяч лет? Потому что наши предки, они настолько высокоразвитые, что они просто, вот смотри, ситуация, допустим, ну вот как, есть дозорные на вышке, которые смотрят, есть, допустим, ячейки, где высокоразвитые цивилизации проживают, и, ну, наши предки. И вот когда они увидели, что к нашей ячейке приближаются толпы саранчи, прилетел один из капитанов космического корабля Перун, и он встретился с землянами этой ячейки и объяснил, что, ребята, близится чума, когда она придет, будьте готовы, они будут, короче, вас это, из людей в нелюдей перековывать, расчеловечивают, поэтому ничем помочь не можем, грубо говоря, у нас там свой сейчас скипиш, потому что они-то на своем уровне воюют, то есть там идет все вверх, 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 вверх до бесконечности. Вот это, то есть они как бы не могут втручаться, это тоже есть, это вот эти, как их называются, назовем их условно космические каноны, по которым они просто знают инерцию кармы, и поэтому они многие вещи не делают. И иногда даже есть такой момент, что, чтобы спасти, допустим, 10, ячеек, им приходится жертвовать одной. То есть сесть, они же, вот эти саранча, они же, это, как саранча нападают. И наши предки, зная это, они всегда стараются какое-то количество ячеек спасти, а некоторые, к сожалению, оставляют на растерзание, но обещают вернуться и возвращают. Кстати, если успеют, вот это может быть спасено. На бога надейся, а сам не плашай, да? Вот, как я и повторил, как я сообщил уже ранее, что по возможности буду озвучивать, а именно создание онлайновой компьютерной игры на основе тех знаний, которые мне доступны. Знания не просто уникальны. Дело в том, что у меня есть опыт, который нет на данный момент ни одного программиста на планете. Парадокс заключается в том, что помимо тех знаний, которые я буду по возможности в дальнейшем озвучивать, есть еще плац знаний, которые касаются исключительно разработки компьютерных игр. Спасибо, что слушали. С вами был Вячеслав Котляров. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Котляров. Добро пожаловать в Котляров. Добро пожаловать в Котляров. Добро пожаловать в Котляров. Добро пожаловать в Котляров.